Лариса Долина в бикини возбудила сеть Модель Playboy собирается выкупить салфетку со срезами Месси и позировать с ней обнаженной Диетолог Сэмми Амбер Брандо объяснила пользу питания в Макдональдс Ну и 5 продуктов, которые вредно есть перед сном Как я уже обещал, начинать выпуски свежака я буду с хороших новостей и заканчивать тоже Хорошие новости собирают больше лайков и позитивных комментариев Так что если вы еще не поставили лайк, не подписались или не треснули в колокол Я рекомендую это сделать Вы на канале Свежак, с вами как всегда Чернокнижный И обзор интересных новостей России и мира Понеслась Как пишут заголовки статей в 65 баба ягодка опять Заметьте, не я так заголовок назвал Народная артистка Лариса Долина опубликовала в инстаграм фото с побережья Черного моря В кадре помолодевшая 65-летняя артистка стоит по щиколотку в воде Позирует в раздельном купальнике Пользователи сети пришли в восторг от шикарного тела кумира Какая фигура Лариса Александровна шикарно выглядите Вы в отличной форме, как всегда великолепно Восхитились пользователи сети Слушайте, дай бог каждому в 65 выглядеть так, как Лариса Долина Тут-то в 30, там стреляет, там полет Стреляет, там колет, уже не то здоровье Там зум болит, там шея прихватила Поэтому я присоединяюсь к числу фанатов, которые восхитились данными Ларисы И желаю ей в 75-85 и всегда оставаться такой же, как на этом фото На этом хорошие новости не заканчиваются И фото Ларисы Долины мы переключаем на фото модели Луаны Сандиен Каталонская модель журнала Playboy Луана Сандиен попыталась выкупить салфетку Которой форвард Леонель Мессе вытирал слезы на прощальной пресс-конференции перед уходом из Барселоны Салфетка была выставлена на продажу за 1 миллион долларов Однако Сандиен предложила сумму в 600 тысяч долларов и готова позировать с этой салфеткой обнаженной Я предложила более половины заявленной стоимости, полагая, что выиграю Но после моей ставки реклама исчезла Надеюсь, что у меня получилось, заявила девушка Что тут можно добавить? А кто конкретно выкупил салфетку со слезами Месси еще не понятно И выкуплена ли она вообще тоже не понятно Поэтому у вас есть еще все шансы на ее приобретение Приобрели, сделали селфи, а потом можно перепродать дальше Отличный бизнес получается Ну что такое? Рекламная пауза, ну что такое? В наше время совсем не просто стало зарабатывать деньги И не мне вам об этом рассказывать Но кроме того, что деньги нужно заработать Деньги нужно заработанные еще и сохранить Совсем недавно, месяца три назад, мы с супругой задумались О повышении скилла в финансовой грамотности Чтобы не бесцельно и бездумно расходовать деньги, которые мы зарабатываем Но и правильно и грамотно их вкладывать Мы обратились к финансовому аналитику, финансовому эксперту Артему Грядякину Который помог уже десяткам людей И обучил десятки людей в финансовой грамотности Чтобы он нам прописал стратегию нашего, так сказать, финансового пути Буквально через три месяца мы почувствовали радикальную разницу Между тем, что было и как мы расходовали деньги Как мы теперь вкладываем свои заработанные деньги Если вы хотите прокачать свой скилл в финансовой грамотности Если вы хотите правильно инвестировать ваши заработанные деньги Я вас приглашаю к Артему на игру в финансовый поток Которая у него как раз скоро будет Залетайте по ссылке под этим видео к Артему Стучитесь ему в директ Пишите хочу к тебе на игру финансовый поток И качайте свой скилл в финансовой грамотности Сегодня я осознал очень важную вещь Если ты думаешь, что счастье нельзя купить за деньги То либо у тебя нет денег Либо ты не знаешь, где его покупать Инструкция к богатству в ссылке под видео Пять продуктов, которые вредно есть перед сном Недавно наткнулся на очень интересную статейку автора Вероники Ёлкиной Про продукты, которые вредно употреблять перед сном И решил поделиться этим знанием с вами Не знаю, правда, как это разведеть Ведь теперь просто легче сдохнуть Чем жить после таких знаний Ну ладно С чего началась статья Если вы долго не можете заснуть Вспомните, что вы ели перед тем, как лечь спать Некоторые типы продуктов негативно влияют на сон И способность засыпать Поэтому вечером от них лучше воздержаться Дальше больше Продукты с сарафинированными углеводами Постоянное употребление таких продуктов Может сказаться не только на вашей талии Но и, конечно, на вашем сне К ним, например, относятся макарошки, крекеры, белый хлеб, вафли, конфеты, подслащенные соки Бывает, конечно, на ночь закидываясь макарохами Не так, вот так, наверное, показывают На ночь только одним и тем же закидываясь Макарохами Как же без них-то? А потом это все шлифую с очком Острое Острое Хотите спокойно спать ночью? Тогда не ешьте перед сном острую пищу Исследования показали, что продукты с острыми добавками Увеличивают время, необходимое для засыпания И сокращают фазу глубокого сна Жареная Значит, жареная пища им так не приносит особой пользы организму По словам диетологов По словам диетологов Жареные продукты сокращают продолжительность сна И могут заставить человека чаще просыпаться ночью Ну как же не съесть хорошо прожаренный-то, а? Стейк перед сном Вообще не понимаю Шоколад Значит, в шоколаде содержится меньше кофеина, чем в чашке кофе Однако Его все же достаточно, чтобы нарушить сон и ухудшить засыпание Алкоголь Наконец-то мы подошли к этому, а? Алкоголь Подумайте дважды Прежде чем пить алкоголь перед сном Он очень сильно влияет на качество сна и его продолжительность И разумеется, не в лучшую сторону Ну тут я вообще бы, конечно, поражен Когда закидываю в себя прожаренную говядину То, конечно, заливаю это все темным пивком А глубокой ночью, когда не могу заснуть Еще и крепким кофе в себя вваливаю Походу, мне вообще лучше не спать Ну, от продуктов, которые нельзя жрать по ночам Закончим этот выпуск хорошими новостями Не забудьте поставить лайк, подписаться, ударить в колокол Чтобы не пропускать хорошие новости свежака Значит, диетолог Сэмми Амбер Брандо Публиковал статью Что в некоторых ресторанах быстрого питания Есть вполне полезные продукты Я сейчас говорю про Макдональдс Она это именно про Макдональдс написала Куриные наггетсы и бургеры Это весьма здоровое блюдо Говорит Брандо Они являются отличными источниками белка Причем дают его в хорошем количестве Диетолог считает, что питание в Макдональдс Вполне подойдет людям Которые хотят есть здоровые продукты при малом бюджете А здоровые продукты при малом бюджете Главное выбрать в меню низкокалорийные, но питательные блюда Значит, Брандо похвалил один из завтраков Которые подают в американских ресторанах Макдональдса Овсяную кашу с кленовым сироповым фруктами Даже такие мелочи, как овсянка с фруктами На завтрак и бургер с томатами и салатом на обед Снабжают наш организм питательными веществами Поясняет диетолог Старайтесь сделать свое питание сбалансированным и сытным Например, в картошке фри и молочном коктейле Мало белка или клетчатки Поэтому вряд ли такое комбо даст вам Долгое чувство сытости Если очень хочется картошки фри То лучше взять ее с наггетцами Так ваш организм получит белок И вы дальше не будете испытывать голода А еще в Макдональдсе можно взять яблочные дольки Еще один здоровый продукт Но как не согласиться с Брандо Ведь действительно всю правду Макдональдса Можно разглядеть по его постоянным клиентам Польза налицо Ну а если честно То выборочно И правда там можно найти полезные Для своего организма продукты И тем более утренний кофе Там тоже очень хорош На этом все Не забудь поставить лайк Ударить в колокол И подписаться на хорошие новости свежака До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok